В эфире программа Иванова Ньюс, телеверсия, главные и самые обсуждаемые новости информационного интернет-портала телекомпании. Ответы на важные вопросы, ваши жалобы на работу властей, актуальные интервью, видео жизни региона. Сегодня в выпуске. Поликлиники ждут всех. Плановая помощь снова в деле, так же, как и диспансеризация. 2000 в год на российское кино. Пушкинская карта зовет молодежь кинотеатры. Цифры улучшат качество проектов. Строительная отрасль очередная революция. Теперь все проекты по бинтехнологиям. Разбираемся в определении. Труба к участку. Как работает программа дегазификации в Ивановской области. Мировая в Турции. Текстильщик готовится к сезону и проверяет на прочность команду из Румынии. В поликлиниках региона возобновилось оказание плановой медицинской помощи. Решение о ее приостановке до 20 февраля было временным из-за высокого роста заболеваемости. Сейчас ситуация стабилизируется. С понедельника все поликлиники полностью вошли в обычный режим работы. Возобновились плановые осмотры пациентов, диспансеризация. Также можно сделать профилактические прививки. Снежная зима ударила по пешеходам и превратила наши дворы в мусорные свалки. Технику регионального оператора тысячи ивановцев не видят неделями. Контейнерные площадки завалены отходами. Сам организатор процесса ссылается на невозможность подъехать к местам сбора. Но людей, понятно, такие объяснения не устраивают. Последняя надежда на надзорные органы. А сама прокуратура находит новых виновных. Одной из причин нарушения графика вывоза отходов региональным операторам является сильная заснеженность улиц. В этой связи органами прокуратуры также принимаются меры прокурорского реагирования. В адрес ответственных лиц органов местного самоуправления, а также лиц, которые осуществляют управление многоквартирными домами, органами прокуратуры вносятся представления. По результатам их рассмотрений проводится очистка улиц и вывоз снега. В Ивановской области увеличен размер подъемных для молодых работников сельхозпредприятия. Инициативу Департамента сельского хозяйства региона поддержал губернатор Станислав Искресенский. С этого года размер единовременной выплаты молодым работникам агропромышленного комплекса увеличен до 100 тысяч рублей. При трудоустройстве на сельхозпредприятия подъемные смогут получить более 50 человек. Право на единовременную выплату имеют работники-специалисты сельхозпредприятий в возрасте до 35 лет, заключившие трудовой договор с работодателем на срок не менее трех лет. Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в Департамент сельского хозяйства Ивановской области. В прошлом году правом на такую выплату воспользовался 31 человек. Ее размер тогда составлял 60 тысяч рублей. Где и как можно обжаловать свое увольнение с работы? Считаю, что в моем случае было нарушено трудовое законодательство. За нарушение трудового законодательства при увольнении для работодателя предусмотрена материальная, административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Так, в соответствии с трудовым законодательством, работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок за весь, во всех случаях, незаконного лишения его возможности трудиться. В том числе и в случае признания судом увольнение незаконным, в случае неисполнения, либо несовременного исполнения работодателем решения суда о восстановлении работника на работе, в случае нарушения срока выдачи трудовой книжки при увольнении, а также в иных случаях. Кроме того, при нарушении работодателем установленного срока расчета при увольнении, для работодателя наступает материальная ответственность в виде выплаты денежной компенсации в размере 1,150 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Также предусмотрена и административная ответственность по части 1, по части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях за нарушение трудового законодательства при увольнении, в том числе и за нарушение сроков произведения расчета при увольнении. В случае же, если эти нарушения допущены повторно, то работодателю может грозить ответственность в виде дисквалификации. Уголовная ответственность также предусмотрена за нарушение трудового законодательства при увольнении, например, при необоснованном увольнении беременной женщины по мотивам ее беременности, либо по мотивам наличия у нее ребенка в возрасте до 3 лет, а также по мотивам достижения работникам предпенсионного возраста. Также наступает уголовная ответственность. Кроме того, уволенный работник подлежит восстановлению на работе с выплатой денежной компенсации, в размере среднего заработка за все время вынужденного прогула в случае признания судом увольнения незаконным. Также с работодателем может быть взыскана денежная компенсация морального вреда по решению суда по требованию работника за нарушения, связанные с увольнением. С февраля обладатели пушинских карт начали приобретать билеты на сеансы отечественного кино, созданного при поддержке Министерства культуры Российской Федерации или Фонда кино. В Ивановской области продажи стартовали в девяти кинотеатрах. Это пока два зала в Иванове и три в Кинишме. Также карта пригодится для похода в кино в Кохме, Вичуге, Рыдниках и в Шуе. На билеты в кино молодежь может потратить до 2000 рублей, из общего номинала карты в 5000 рублей. Кроме фильмов по пушинской карте в Ивановской области можно посетить более 200 мероприятий в театрах, музеях, галереях, филармониях и культурно-досуговых центрах. Пушинская карта – специальная карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги перечисляет государство. Карта действует на всей территории России. Подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуги. Шестой детской поликлинике на сортировке в очереди за справкой на выписку просидела три часа. Работает один врач на три участка, никакой дистанции по ковиду. Все кашляют и чихают, не у всех маски, дети плачут, некоторые даже уснули, бедные в очередях. В гардеробе даже номеров не хватило свободных, сидели ждали в куртках. Что за ужас творится, ведь это издевательство не только над взрослыми детьми. Пока там сидишь, что только не подхватишь. Ивановская область не развивает спорт. В школах совсем нет секции, чтобы занимались и зимними видами спорта. У нас до сих пор уже в спорте занимаются не первые свежести спортсмены. И хочу сказать для комитета спорта, не пора ли уже начинать работать? Надо искать спортсменов из молодежи. И занимать хоть какие-то призовые места. Уже нет возможности терпеть. Мусор за январь вывезли с улицы Карла Липхнехта два раза. Середина февраля опять мусор не вывозят. Вынуждены хранить мусор дома длительное время. Когда региональный оператор начнет исполнять свои обязательства по договору? Деньги платим своевременно, в полном объеме. Обращались к оператору письменно, но ответ один. Пока не расчистят улицу, вывозить мусор не будут. Такого условия в договоре нет. Так когда прекратится это безобразие? Не так давно у вас был материал «Иваново утопает в снегу». И там говорили о том, что в Иванове проблема с кадрами, которые должны убирать снег. Насколько мне известно, заработная плата там платится два раза в месяц. А при таком графике выплаты, конечно, будут проблемы с кадрами. Ведь кушать надо каждый день, а не два раза в месяц. Если уж в России такие нищенские зарплаты и платить нормальную власть не хочет, то пусть хотя бы платят раз в неделю. Кто-то меня поддержит, а кто-то осудит, но все равно хочу высказать свое мнение об одиноких мамашах. Какие они одинокие, ведь у них дети не ответа, а родились. У каждого ребенка есть отец. Почему же не уравнять все пособия и не делить детей? Как работает обратная связь? Вы можете позвонить нам по телефону 58-77-77. Операторы колл-центра передадут нам ваше сообщение. Вы можете написать нам через мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram. Сообщением на телефон 8-962-162-5877. Или написать нам на сайт ivanovanews.ru в разделе «Контакты». Критика строителей качества проектов по государственным заказам привела к изменению в законодательстве. Теперь любой проект детского сада, школы или больницы обязан выполняться с применением BIM-технологий. Это, по сути, начало масштабной цифровизации всей строительной отрасли. Building Information Model. Что это такое? Чем полезны технологии? И готовы ли наши проектные институты применять такие модели? Обсуждаем в программе «Актуально» с руководителем строительной компании Андреем Жегловым. Сформулировали и осознали проблему, почему сегодня низкое качество проектирования, низкое качество осмечивания, низкое качество строительства. То есть, на мой взгляд, единственный вариант – это применение BIM-технологий. Соответственно, по этому пути государство и пошло. То есть, государство первое, на что может эффективно и быстро влиять – это на МОП-заказ. На государственный заказ. Соответственно, это первая отрасль, в которой BIM-технологии стали сегодня обязательными. Любой проект сегодня, который выполняется, неважно, бумаги он делаются, на компьютере, все равно это некий чертеж, это рисунок. Технология BIM предполагает создание точных цифровых двойников в виртуальном пространстве каждого изделия, кирпича, плиты, перекрытия, окна и так далее. И строительство в виртуальном пространстве здания, будь то жилой дом, или там будет тот детский садик с точным повторением технологии виртуальной пространстве. Ну, то есть строительство с точным повторением технологии виртуальной пространстве. Что вам это дает? В дальнейшем мы эффективно можем работать со всеми структурами строительства. Это раз. Второе – используя специальные программы, то есть это уже не проектирование, это уже программа обработки данных, можно полностью автоматизировать сметный расчет. Например, в нашей компании сегодня не осталось ни одного сметчика. Вот у нас есть один бим-менеджер, но при этом что мы имеем? Если у нас на подготовку смет на документацию уходило до полугода, сегодня смет документации делается в течение часов. Там один-два часа смета готова. При этом точность расчета смет документации выросла в разы. У меня сегодня заданный критерий, по которому я оцениваю точно сметы – 2%. То есть погрешится не более 2%. Это графики работ, это финансирование, графики финансирования, сводки строительства, это анализ в дальнейшем при строительстве дома, то есть это план-фактный анализ, то есть что у нас было по плану, что мы получаем по факту. Что немаловажно – это моделирование управленческих решений. Кто бывал на строительных совещаниях, всегда знает, у нас там сегодня плохо, мы не укладываем все в сроки, мы не укладываем все деньги, но мы постараемся, мы решим. То есть у нас в компании нет такого аргумента. Если вы что-то хотите сделать, вы должны привести конкретные управленческие решения. Соответственно, мы в программе можем смоделировать, насколько они эффективны будут в конечном итоге. То есть уже сегодня понять, что мы будем иметь завтра. Иметь такие технологии сегодня можно, а, на стадии проектирования понять, насколько эффективно будет само строительство с точки зрения цены, насколько эффективны и грамотно приняты технические решения. На этапе строительства контролировать весь ход строительства, как финансово и целевое использование денежных средств, их своевременное использование, графики работ. На финише эти технологии позволят эффективно управлять зданиями управляющими компаниями, потому что проекты никуда не деваются, можно автоматизировать и принцип управления зданиями в последующем. Получается, значительно вообще удлиняет сроки проектирования, если используется, а теперь уже обязательно вот такая технология. Вообще технология BIM-проектирования предполагает, что сроки будут значительно снижаться, и затраты на проектирование будут снижаться следом. Сейчас не все проектировщики перестроились в чистый BIM. То есть что делают? Сначала проектировать в классическом виде, и потом пытаются осифровывать. За счет этого сроки, наоборот, увеличиваются стоимостью, увеличивается, качество проектирования снижается. Есть и хорошие примеры. Мы общались с ребятами с Нижнего Новгорода, которые сегодня при панельном домостроении, при индустриальном домостроении, умудряются сделать проект на квартиру дома за 10 дней. То есть от начала, от получения технического задания до выгрузки полностью проекта в экспертизу. То есть у них при применении BIM-технологии возможно автоматизировать абсолютное большинство операций при проектировании. Вообще это хорошая новость, что для строителей, что для самого заказчика. Как вы думаете? Ну, здесь, наверное, есть, как всегда, новости хорошие и плохие. То есть в конечном итоге, я думаю, что это будет большой плюс. Это позволит развивать строительную отрасль. Если взять прямо сейчас, то далеко не у всех проектировщиков есть подобные технологии, не все на них перешли. Поэтому сейчас у... То есть это дефицитная квалификация такая? Дефицитная квалификация, да. Как всегда затянули. Поэтому сегодня я предполагаю, что возможны у муниципальных заказчиков некоторые проблемы с поиском проектировщиков, которые смогут соответствовать новым требованиям. Тем не менее, я считаю, что переход на новые технологии проектирования не сложен. То есть, по нашим прикидкам, занимает несколько месяцев буквально обучение проектной организации. При желании программы обеспечены. Вообще сегодня никакой проблем при проектировании не составляет. То есть можно в разных комплексах проектировать. Это несложно. Но качество проектирования это повысит на порядок. Для подрядчиков потенциальных это однозначно плюс. Как я уже говорил, подгружая любую бимодель, сделанную в любом программ обеспечении, в наш комплекс, а мы можем буквально за несколько минут сделать смету. Соответственно, буквально одним нажатием кнопки. Соответственно, проверив тот сметный расчет. Если мы говорим про мобзаказ, который выставлен на торги, насколько актуальна и грамотна посчитана смета. В Ивановской области в капитальном ремонте нуждается 1418 лифтов, находящихся в многоэтажных домах Ивановской области. Хотя в региональную программу до 2024 года включено всего 95. Ремонт и замены возможны только за счет средств жильцов, но может помочь фонд содействия реформирования ЖКХ. Наша область готовит в структуру необходимую заявку. Стоимость нового лифта от 2 до 3 миллионов рублей. А в больших домах подъемников несколько. В Министерстве строительства нашей ситуации известны. Регион в списке 11 субъектов не нужны срочные меры. В соседней Ярославской области срок выработал каждый второй лифт. У нас замене и ремонту подлежат 40%. Техрегламент Таможенного союза обязывает к февралю 2025 года заменить все лифты, выработавшие срок эксплуатации в 25 лет. Однако регион успевает выполнить план только на 50%. О том, что существуют дистанционные телефонные мошенники, пожилая жительница Иванова очень хорошо знала. На ее телефон была даже установлена антиспамовая программа. У меня телефон пишет спам, спам. Раз спам, значит, отвечать нельзя. Вот, значит, звонят мне не с красного телефона, а с черного, с номера темного. Осведомленную и осторожную жительницу Иванова телефонные мошенники буквально взяли в длительную осаду. Мобильник потерпевший зафиксировал около 130 входящих звонков с неизвестного номера. Пенсионерка не отвечала на эти сомнительные звонки, но однажды, вероятно, по ошибке взяла телефонную трубку. Представился капитан МВД. Представился, я телефон написала. По вашей генеральной доверенности пытаются мошенники снять в Сбербанке наличные, ну, с моих сеток пытаются снять деньги. Мне присылают бумагу какую-то, фотографию той женщины, Голубева Анна Васильевна. Вам знакома такая женщина? Я говорю, нет. Сумевший выйти на связь с осторожной женщиной мошенник убедил пенсионерку в том, что некая злоумышленница пытается обчистить ее банковский счет. Сообщил, правоохранительные органы не дремлют и готовы помочь. Ваше дело будет вести Колобков Игнат Родионович. Звонит Колобков. Третьим лицам ни в коем случае спугнем мошенников. А что, у меня разрыв сердца? Я только сына похоронила. В октябре 48 лет. У меня все затряшло. Я и так хожу, свету вольного не вижу. Фальшивый следователь Колобков изложил пенсионерке план спасения ее финансов. Отправил в банк и заставил снять все личные сбережения с банковского счета. Предварительно порядком запугал старушку, запретив ей общаться с кем бы то ни было. Значит, Колобков, будешь из дома выходить, ни в коем случае никому ничего не говори. А потом, значит, придешь в банк, подошла к банку, звони. Мы с тобой негласно будем наблюдать. У меня было пять лет лежало в склад на сестру. Выдавая крупную денежную сумму пожилому человеку, банковские работники пытались выяснить, для чего ей нужны эти деньги. Короче говоря, я все снимаю, а девочки-то тоже в банке-то они... Вот ты хотела спросить, как девочки в банке. Я еще 15 банков обошла. Надо было закрыть финансовый коридор, чтобы больше никто у меня не взял кредит под квартиру. Подождите, 15 банков? 15 банков я обошла. Объехали сами? Пешком. А ты так, все бери, я тебе все заплачу, вот этот Колобков мне говорит. Обманутая и ведомая мошенником пенсионерка обошла полтора десятка банковских офисов. Везде просила кредит, излагая придуманную преступниками легенду. И что вы приходили в банк? Что вы там говорили? Что делали в банк? За квартиру, за недвижимость мне надо срочно 2 миллиона. Куда вам, женщина? Вы подумайте, правильно ли вы ведете себя, правильно ли вы поступаете. Вы хорошо подумали? Я говорю, девочки, хорошо. Я говорю, у меня тут похороны, крыша рушится, дом частный у сына остался. Я говорю, мне надо срочно деньги. В итоге 70-летняя пенсионерка двухмиллионного кредита не получила. Ей отказали все 15 банков. И в этом ее счастье. По факту мошенничества, жертвой которого осторожная бабушка все же стала следственными органами полиции, возбуждено уголовное дело. Ресурсы, снабжающие организации, так взбудорожили население своими корректировками платы за тепло, что решать экономику этих предприятий вынужден даже глава Ивановской администрации. Собирались все вместе, думали, гадали, считали, разработали новую формулу, чтобы снизить градус общественного негодования. Результат из уст Ивановского мэра. До 25 февраля АО «Ивгортеплоэнерго» произведет отзыв неоплаченных квитанций с корректировкой путем рассылки соответствующих сообщений через почтовые ящики. И в марте 2022 года Ивгортеплоэнерго и филиал ПАО «Т-Плюс» произведут рассылку квитанций, где будут указаны корректировки сразу двух компаний. Сумма к оплате должна быть, соответственно, меньше. По данным Федерального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 22 февраля в Ивановской области за последние сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 1224 человек. Госпитализировано 106 человек, выздоровели 90. За все время пандемии в Ивановской области умерли 2817 человек. Пять новых летальных случаев подтверждены за последний день. В стране за прошедшие сутки заразились коронавирусом 135 172 человека. Умерли за сутки в России 796 пациентов. Обращает на себя внимание рост доли в группе лиц старше 65 лет. На сегодняшний день это 65,1% от общего числа госпитализированных. Также выросло число пациентов с хроническими заболеваниями. И сейчас оно составляет 93,2%. По-прежнему самый частый путь заражения – это бытовые контакты. Регистрируем его в 92% случаях. На что хотелось бы обратить внимание. Прежде всего на необходимость ревакцинации спустя 6 месяцев после прохождения первичной вакцинации. Прошу всех, у кого подходит 6-месячный срок, рассмотреть возможность повторной прививки. Это необходимые условия для поддержания вашего иммунитета. Кроме того, с сегодняшнего дня у нас возобновилось полностью оказание плановой медицинской помощи. Напомню, что данное решение было временным. Связано оно было с почти в 5 раз возросшим объемом оказания помощи поликлиниками лихорадящим больным с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к оказанию плановой медицинской помощи. Поэтому запись к узким специалистам на диспансеризацию, в том числе на углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции, плановые осмотры, возобновлена в полном режиме. Ивановский текстильщик продолжает подготовку к возобновлению первенства футбольной национальной лиги. На тренировочном сборе в Турции сорвался контрольный матч со столичными армейцами, но Ивановский клуб быстро нашел себе нового спарринг-партнера. Нашу форму проверил румынский клуб «Карвинул». При равной игре текстильщик все-таки упустил победу. Сергеев и Шведюк, казалось, обеспечили текстильщику комфортное преимущество, но 2-0 в нашу пользу оказалось недостаточно. На 7-6 минуте нарушаем правила, пенальти и пропускаем. А в самой концовке соперники сравнивают счет. Результат на табло 2-2. И сегодня большие вопросы к обороне Ивановского клуба. В Ивановской области бесплатно подвели газ границам 805 домов в 139 населенных пунктах. Больше половины уже пользуются голубым топливом. В ближайших планах доставить ресурс в более чем 2,5 тысячи домов. По инициативе президента в тех населенных пунктах, где уже есть газ, трубы границам участков теперь подводят бесплатно. Для этого нужно подать заявку через госуслуги или на портал ConnectGas.ru. Сейчас жителям Ивановской области подано 2300 заявок. На портале единого оператора газификации можно также самостоятельно проверить, вошел ли населенный пункт в программу до газификации. Улица Красногвардейская не расчищается от снега совсем. Это единственный подъезд к площади и Щедровской палате. Каждый день вижу приезжающих туристов, которые застревают в снежных заносах. Звонил чиновникам, оставлял заявку на расчистку. Никакой реакции. В Кохме в районе Жилзона из крана с холодной водой течет вонючая рыжая вода. Звонили в Кохмбудсервис, ответили, что не могут помочь. Вас подключили к водоканалу, ждите, когда очистятся трубы. Администрация отвечает, что в кранах течет хорошая вода. Вся грязь исключается грязевыми фильтрами на вводе водопровода в многоквартирный дом. Звоним в УК, фильтры чистые, все у них прекрасно. А у нас течет ужасная вода, кипячение даже не помогает. И никакого перерасчета никто не делает. В городе нет узких специалистов. Хирург, флеболог, сосудистый хирург, ревматолог. У меня узловая эритема. Мне надо было посетить этих врачей, дали направление. Бесплатно по ОМС к ним не попасть. Пенсия 14 тысяч рублей. За платный прием отдала 3 тысячи рублей за трех специалистов. В железнодорожной клинике попасть по ОМС можно только к терапевтам. Губернатор неверно информирует жителей о том, что современные аппаратуры могут пользоваться всем. В городе Иваново кавказские горы снега. Снег на полигоны не выводится, не уничтожается. Во дворах, на улицах, тротуарах один снег. С потеплением снег растает, начнет заливать улицы, подвалы домов. Мэр красуется по телевидению. Губернатор не контролирует. Во дворе 4 дома, проспект Экстильчиков. Все дома в одном дворе, во всех домах счетчики. Кому-то пришел перерасчет в 400 рублей, а мне почти 3000 рублей. Дома рядом стоят. Почему такая несправедливость? Если топят у нас слабо, то и у них должны слабо. А разница такая большая. Платить или не платить эту корректировку. Редактор субтитров А.Семкин